Настоящий царь-скорпион Настоящий царь-скорпион Часть первая Египет Колыбель цивилизации Край пирамид Мумий Иероглифов Звероголовых богов И могущественных фараонов Ученые думали, что знают, кто стоял у его истоков Но они ошибались В наши дни археологи со всего мира Ведут работы в одной из египетских пустынь Просеивая пески в поисках артефактов И бросая вызов смертельно опасным существам Чтобы раскрыть загадку происхождения этой древней цивилизации И ее первых фараонов Им удалось открыть новую династию и загадочного царя Имя которого вдохновило голливудских продюсеров На создание фильма Царь-скорпион Но правда о его жизни куда интереснее вымысла Возможно, именно царь-скорпион Положил начало письменности, религии, ритуальным войнам И монументальному строительству в древнем Египте Поиски царя-скорпиона Это путешествие ко временам зарождения древней египетской цивилизации Она возникла так давно Что была древней уже во времена Древней Греции и Римской империи К началу нашей эры Древний Египет уже канул в прошлое Он прекратил свое существование Со смертью последнего фараона Легендарной Клеопатры К моменту ее гибели История Египта насчитывала более трех тысяч лет О закате египетской цивилизации Известно многое Но очень мало о ее истоках С чего же все начиналось? Чтобы узнать это Нужно вернуться на пять с половиной тысяч лет назад Письменных свидетельств о тех временах не существует Некогда плодородную долину Нила Населяли кочевые племена За десятки тысяч лет стоянки кочевников превратились в деревни и города Которые образовывали союзы И воевали друг с другом Египет, Нил, Красное море На юге Египта возникло верхнее царство Названное так потому, что оно располагалось в верховьях Нила Его правители носили высокую белую корону верхнего Египта Абидес и Раконполь На севере, там где Нил впадает в Средиземное море Образовалось нижнее царство Гиза Саккара Головы властителей которого венчала красная корона Знакомый нам Египет Край пирамид, сфинксов, мумий и фараонов Возник тогда, когда одному из царей удалось объединить верхнее и нижнее царство Но кто был первым царем объединенных земель? Похоже, ответа на этот вопрос не знали даже древние египтяне Чтобы не забывать своих правителей Египтяне вырезали их имена на стенах храмов Так появились на свет так называемые царские списки Взойдя на трон, каждый новый царь вносил в список свое имя Заключая его в овал, так называемый картуш Над каждым именем находится символ царской власти Сокол, которого египтяне почитали как бога гора Его считали отцом первого человека, ставшего царем Египта Царские списки послужили отправной точкой в поисках этого загадочного правителя Говорит доктор Рене Фридман, доктор философии Британский музей Царские списки имели особое значение для египтян, поскольку у них не было привычного нам календаря И они отсчитывали время годами правления фараона Кроме того, если фараон мог проследить свою родословную до первого божественного царя Египта гора Это помогало ему узаконить свое правление, делало его более могущественным правителем Завоевав Египет, Александр Македонский прибег к помощи списка, чтобы установить новую династию греческих фараонов Династия Птолемеев, которой принадлежала Клеопатра, узаконила свои претензии на престол, добавив свои имена в царский список В один ряд с именами великих фараонов Египта Но Птолемеи также использовали царский список, как хронику истории Египта При них впервые хроники этого государства были записаны не в иероглифах Само слово, иероглиф, имеет греческое происхождение и означает «священные письмена» Самая важная греческая книга, посвященная Египту, это трехтомная «Египтиака» Во втором веке до нашей эры один из Птолемеев поручил жрецу по имени Манифон написать историю Египта Тот проследил историю тридцати династий древнеегипетских правителей к самому первому фараону первой династии, которого он называет Менес Но насколько достоверен царский список? Во времена Манифона этот список пытался проследить историю на три тысячи лет назад Но мы знаем о переводе Манифона лишь по работам других древних историков Оригинал Египтиаки был утрачен В четвертом веке нашей эры, с усилением христианства, священное египетское письмо было запрещено, как поклонение дьяволу, и вскоре совершенно забыто Более тысячи лет история древнего Египта и его первого царя оставалась загадкой Но в 1799 году, когда в Египте хозяйничали войска Наполеона Один из французских офицеров нашел каменную плиту Так называемый розетский камень Он содержал надписи, сделанные греческим и дематическим письмом, а также иероглифами Это был важнейший ключ к разгадке тайны прошлого Египта Наполеон приказал сделать с него отпечатки и разослать ученым по всему миру, чтобы те расшифровали египетские письмена 23 года спустя, с помощью одного из таких отпечатков, французский лингвист Жан-Франсуа Шампальон Он, знавший греческие и дематические языки, расшифровал иероглифы Ему удалось сделать это, ни разу не побывав в Египте Но наполеоновские отпечатки привели не только к разгадке древней египетской письменности, но и к еще одному неожиданному открытию Долгое время считали, что розетский камень сделан из черного базальта Но два года назад он поменял цвет, став розовато-серым Черный цвет ему придавали чернила, которыми его покрыли, чтобы сделать копии высеченных на нем надписей Когда начались работы по консервации камня, выяснилось, что черный цвет смывается Оказалось, что это серый гранит, а не черный базальт, как все считали, почти 200 лет Как бы то ни было, розетский камень стал ключом к одному из величайших открытий в истории Расшифровка иероглифов дала возможность ученым 19 века прочесть древнеегипетские надписи, заглянув в прошлое Египта Они заново открыли имя Менаса, первого царя первой династии Но вскоре возникли новые сомнения В 1898 году два египтолога нашли церемониальный поднос для косметики, который перевернул представление о египетской истории Это один из важнейших исторических документов древнего Египта Находка известна как палетка Нармера по имени изображенного на ней фараона Нармера Проблема в том, что имени Нармера нет в царском списке Тогда как изображение на палетке предполагает, что Нармер мог быть тем, кто объединил верхний и нижний Египет То есть первым царем первой династии На одной стороне палетки Нармер изображен в короне Нижнего Египта перед рядами обезглавленных узников На другой стороне он же, но уже в короне Верхнего Египта, заносит булаву над коленопреклоненным пленником Так был ли Нармер тем, кому удалось объединить оба египетских царства? Говорит доктор Джон Дарнелл, Ельский университет Нармер вполне мог быть объединителем Египта и основателем первой египетской династии Судя по изображениям на палетке и некоторым другим источникам Он, по крайней мере, подавил остатки сопротивления процессу объединения страны под властью единого правителя Палетка Нармера убедила египтологов прошлого в том, что основателем Египта был именно Нармер, а не Менес Эта находка вызвала массу вопросов Достоверен ли список царей? Или те, кто его создавал, позабыли собственную историю? Были ли до Нармера другие цари? Предмет, который, возможно, содержит ответы на эти вопросы, был найден одновременно с палеткой Нармера, всего в 10 метрах от нее На нем неизвестный мужчина стоит лицом к изображению Скорпиона Только сейчас египтологи начинают понимать, кто же изображен на этой находке Кем же он может быть? Предмет, на котором рядом с загадочной мужской фигурой изображен Скорпион, является навершием ритуальной булавы Булава – один из ранних символов царской власти в Древнем Египте На всем протяжении истории Древнего Египта фараонов изображали разбивающими головы врагов этим оружием Навершие боевой булавы было размером с бейсбольный мяч Но ритуальное навершие могло быть размером с баскетбольный мяч и весить более 10 килограммов Ритуальное навершие с изображением мужчины и Скорпиона – первое из подобных находок Возможно, на нем изображен еще один неизвестный царь? Только сейчас, более века спустя, после обнаружения находки, египтологи начинают понимать ее значение Центральную фигуру мужчины венчает белая корона Верхнего Египта Он совершает какое-то ритуальное действие, вероятно, открывает канал Это самое раннее из найденных изображений царя в белой короне Верхнего Египта Он занят тем, что открывает ирригационный канал Таким образом, принося богатство своему народу С пояса фараона свисает хвост быка Еще один символ царской власти Говорит доктор Салима Икрам, американский университет в Каире Бычий хвост символизирует то, что фараону присущи определенные качества быка Его сила, смелость и плодовитость Это самое раннее подобное изображение фараона из найденных нами Оно послужило образцом для царских портретов всего фараонического периода В верхней части навершия изображены чибисы, висящие на шестах Эти шесты символизируют различные регионы Верхнего Египта А чибисы – олицетворение покоренных народов Кто же этот покоритель Верхнего Египта? Судя по иконографии изображения, размеру фигуры, действия, которые осуществляет этот мужчина И прежде всего его короне, это, несомненно, царь Верхнего Египта Перед ним вырезаны изображения розетки и скорпиона Которые следует читать, как «царь-скорпион» Кто же такой этот царь-скорпион? Почему мы узнали о нем лишь совсем недавно? Сперва некоторые египтологи не верили, что царь-скорпион существовал на самом деле Они сочли его одним из многочисленных египетских богов Недаром те зачастую сочетали в себе черты людей и животных Богов часто изображали в виде животных Или в виде людей с чертами животных Это можно объяснить тем, что египтяне позаимствовали свой пантеон из природы Те животные, от которых людям нужна была защита Или те, что помогали им выжить Со временем обожествлялись, превращаясь в зверобогов Бог Анубис, человек с головой шакала Был правителем загробного мира И покровителем искусства мумификации Самка-бегемота с ногами женщины Это Таурт, богиня материнства Покровительница женщин и детей Себек, бог-крокодил Был покровителем фараонов Крокодилы были священными животными Которых часто после смерти подвергали мумификации Но чертами животных наделялись не только боги Фараоны также отождествляли себя с важными животными Один из самых знаменитых символов Древнего Египта Сфинкс Это портрет фараона в виде могучего льва В древности люди часто отождествляли себя с теми или иными животными Это были в своем роде тотемы Нечто вроде талисманов Животное могло быть символом клана или отдельного человека Какие же качества скорпиона Могли побудить египетского царя Отождествить себя с этим животным Узнать это нам поможет майор Скотт Стоквилл Энтомолог на службе армии США Один из ведущих специалистов По ядовитым членистоногим Существует более полутора тысяч видов скорпионов С такими названиями как Южный человекоубийца Императорский скорпион И смертельный охотник Скорпионы были одними из первых животных Заселивших Землю Их история насчитывает 420 миллионов лет Они появились на 200 миллионов лет раньше динозавров С того времени они почти не изменились Современные скорпионы похожи на тех Что жили 420 миллионов лет назад Эти животные умеют выживать как никто другой Скорпионы способны выдерживать экстремальные температуры От плюс 45 до минус 8 градусов Цельсия Они способны ожить Будучи замороженными во льду Скорпионы могут прожить 3 месяца Без воды и пищи Химический состав их оболочки Помогает им сохранять влагу На палящем солнце Кроме того у этого состава Есть необычный побочный эффект В ультрафиолетовых лучах Скорпион флюоресцирует Основное оружие скорпиона Жала Которое впрыскивает Сильнодействующий яд Из полутора тысяч видов скорпионов 20 способны убить человека Несколько таких видов Обитают исключительно в Египте Это распространенный в Египте Скорпион Андроктонус аустралис Что в переводе с латыни Означает Южный человек и убийца Название вполне подходящее Так как этот скорпион Обладает сильнодействующим Нейротоксическим ядом Древние египтяне Наверняка постоянно сталкивались с ним Это очень быстрый И эффективный убийца Легко понять Почему царь скорпион Олицетворял себя с этим животным В древности люди часто погибали От яда скорпиона Но даже если они выживали Несколько часов после укуса Они испытывали мучительнейшую боль Сразу после укуса Вам кажется, будто вас ударили по пальцу молотком Или вонзили в руку раскаленный альпинштов Боль чрезвычайно сильна Поскольку яд скорпиона поражает нервную систему Пострадавший испытывает боль во всем теле У вас начинаются боли в суставах Особенно в локте или в плече Если вас ужалили в руку Или в паху, если вас ужалили в ногу Вы можете ощутить стеснение и покалывание в груди Вы также можете испытать тошноту Или обильное слюноотделение Ощущения очень неприятные Мощный выброс адреналина и гормонов Регулирующих кровяное давление Вызывают аритмию и коллапс кровеносной системы Легкие наполняются жидкостью И то, и другое Проблемы с сердцем и жидкостью легких Вполне способны привести к смерти В наши дни Если пострадавшего доставить в больницу Ему окажут медицинскую помощь И он выживет Но в древности укус такого скорпиона Был ранен смертному приговору Выжить было практически невозможно Смертельный яд Молниеносное нападение И способность выживать в экстремальных условиях Вот отличительные особенности скорпиона Учитывая древнеегипетскую традицию Объединять людей и животных Царь-скорпион может быть как божеством Так и реальным правителем Так кто он? Один из богов? Или человек из плоти и крови? Доказать, что он существовал в действительности Можно, отыскав его гробницу Но где на просторах Египта Искать захоронение Пяти тысячелетней давности Которого может и не оказаться вообще? Современный Абидос Большинство туристов и не подозревают Что этот городок Расположенный в пятистах километрах от Каира Некогда был важнейшим городом древнего Египта Тем не менее Несколько международных экспедиций Ведут здесь раскопки В поисках останков первых правителей Египта В том числе здесь работает группа археологов Из германского археологического института Которую возглавляет Гюнтер Драйер Миллионы черепков Это обломки сосудов для жертвоприношений Которые паломники приносили Осирису, богу мертвых Благодаря им Абидосский некрополь Получил свое современное название Ум-эль-Кааб Мать Гашков Обрамленный с одной стороны водами Нила А с другой величественными горами Древний Абидос Занесенный песками египетский некрополь Кажется лишь еще одним уголком Безжизненной Сахары Но некогда тут располагались плодородные земли И археологи нашли здесь остатки поселения Возрастом более 6 тысяч лет Абидос был древним еще на заре древнего Египта 4 тысячи лет назад Далекие предки этих рабочих Вели здесь одни из самых ранних Археологических раскопок в истории В те далекие времена Египтяне точно так же просеивали песок В поисках останков первых царей И их божественных предков Некогда Абидос был самым священным местом в Египте Поскольку египтяне верили, что здесь похоронен Осирис Бог мертвых Согласно мифологии Он был бывшим царем Египта Естественно было предположить, что он похоронен здесь В поисках его гробницы были проведены масштабные раскопки Египтяне решили, что нашли ее И это место стало объектом поклонения Каждый верующий египтянин старался побывать здесь И принести жертву Осирису Вот остатки этих жертвоприношений Миллионы глиняных черепков Они копились здесь более 4 тысяч лет Насколько хватает глаз вокруг одни черепки Это все, что осталось от сосудов с вином и маслом Которые приносили сюда египтяне В надежде на благополучие в загробной жизни Под грудами черепков погребен храмовый город Давно занесенный песками пустыни Однако одно сооружение до сих пор возвышается над ними Храм Осириса Бога загробного мира И отца первого божественного царя Египта Сокола Гора Храм Осириса состоит из более дюжины святилищ Прекрасные фрески храма Повествуют о связи земных царей Египта С его мифическими основателями Чем глубже заходишь в храм Тем сакральнее истории, разворачивающиеся на его стенах На одной из фресок в дальней части храма Изображена легенда, которая может помочь в поисках Первых царей Египта Это миф об Осирисе Исиде И их сыне Горе В незапамятные времена, в золотой век Египта Им правил Осирис, который был женат на своей сестре Исиде Осирис был хорошим и справедливым правителем Однако его брат Сет завидовал Осирису Он сам хотел властвовать над Египтом Он придумал хитрый план, чтобы занять место своего брата Сет велел изготовить специально по мерке Осириса Богато из украшенный ящик Затем Сет устроил грандиозный пир, на который пригласил множество гостей Ближе к концу пира, когда все гости были в веселом настроении Сет сказал Видите этот ящик? Тот, кому он придется в пору, получит его в подарок Многие гости пробовали, но ящик никому не подошел В конце концов решил попробовать и Осирис Разумеется, он идеально поместился в ящик Тогда Сет и его приспешники захлопнули крышку И выбросили ящик с телом Осириса в Нил Исида была вне себя от горя и попыталась спасти мужа Она прошлась по всему Египту, собирая части тела Осириса Ей удалось собрать почти все, кроме одного жизненно важного органа Ей пришлось сделать его из глины Затем, с помощью волшебства, она смогла ненадолго воскресить Осириса Тогда она обернулась соколицей и в таком виде зачала от Осириса сына Гора Который впоследствии стал фараоном Египта Именно благодаря Гору и его отцу Осирису, мифологическим основателям Египта Абидос получил свой священный статус Как ни парадоксально, поиски сокровища этих вымышленных правителей Привели археологов к первым настоящим царям Египта Одни из первых раскопок в Абидосе состоялись в 1895 За четыре дня было раскопано почти 160 захоронений Устроители раскопок утверждали, что нашли могилу Осириса и даже его череп Затем на место раскопок прибыл сэр Флиндерс Питри Хотя он не верил в то, что в Абидосе похоронен Осирис Он считал, что здесь могут находиться захоронения первых царей Египта Но как доказать это? Питри считал, что ответ могут подсказать черепки Говорит доктор Хелен Уайтхаус, куратор египетской коллекции музея Ашмала Флиндерс Питри использовал керамику доисторического Египта Чтобы создать хронологию того периода Ведь письменных свидетельств о нем не существует Изучая керамику, найденную в раскопанных им захоронениях Он смог проследить за тем, как она изменялась И разделить этот процесс на 49 последовательных стадий Питри был первым египтологом, который соотнес свои находки Керамику, найденную в захоронениях, и сами гробницы Со списком царей Египта Сверив свою хронологию с этим списком Питри смог доказать, что это место захоронения первой династии Сперва он заполнил позднейшие стадии своей хронологии С 31 по 49 Он предполагал, что в Абидосе есть гробницы и более ранних царей Тех, чьи имена не указаны в списке Питри был мудрым человеком Он понимал, что в будущем будут проводиться дальнейшие исследования Доисторического периода Египта Поэтому с 1 по 30 стадию своей хронологии Он предоставил заполнить тем, кто будет заниматься ими Здесь, в ранее неисследованной части Абидоса Гюнтер Драйер продолжает работу Питри Он ищет захоронения царей до династического периода Фараонов нулевой династии Это древнейшая часть царского некрополя в Абидосе О ней мало что известно из предыдущих раскопок Мы заметили, что здесь валяется множество осколков керамики И решили поподробнее исследовать это удивительное место Глядя на усыпанный черепками песок Ученые заметили провалы в земле Которые часто свидетельствуют о наличии подземных гробниц Учитывая их количество и размеры Археологи надеялись обнаружить что-нибудь интересное Но где начинать раскопки? Мы начали копать вот в этом месте И обнаружили большую гробницу Которая прежде нигде не упоминалась Сняв верхний слой песка Ученые натолкнулись на первую стену из кирпича-сырца Вскоре выяснилось, что эта стена Часть обширного подземного строения Продолжая раскопки Археологи обнаружили, что это сооружение состоит Из 12 подземных камер Это была непростая гробница Это крупнейшая из найденных гробниц До династического периода По размерам она мало уступает гробницам Царей первой династии Так чья же эта гробница? К сожалению, еще в древности Из нее были похищены все ценности Мумия в гробнице отсутствует Немногие уцелевшие артефакты Были доставлены в Абидос Где Драйер и его коллеги Занялись их изучением Эта камера Содержит следы деревянного саркофага Она соединена с другими камерами Узкими щелями Неким подобием дверей Мы думаем, что эта группа из 9 камер Представляет собой модель дворца В некоторых из этих камер Сохранились керамические сосуды Один тип сосудов особенно интересен Потому что все они имеют Не египетское происхождение Это кувшины для вина Привезенные из Палестины Общим числом несколько сотен Эти винные кувшины доказывают Что в те времена Уже существовали международные торговые пути Их количество свидетельствует о том Что гробница принадлежит Очень богатому и могущественному человеку Мы нашли множество предметов Из слоновой кости Вот этот, например Или этот Вот такие фишки для настольной игры Видимо, египтяне боялись Что загробная жизнь окажется скучной Поэтому они запасались играми Один из таких предметов Очень похож на находку Сделанную в гробнице фараона Тутанхамон Похороненного две тысячи лет спустя Драйер предположил Что нашел гробницу Неизвестного царя Египта Вскоре Он нашел то, что подтвердило Это предположение В углу самой большой камеры Мы нашли Скипетр Из слоновой кости Эта находка подтвердила Что гробница принадлежит царю Скипетр В форме загнутого Пастушьего посоха Будет символом царской власти Последующие три тысячи лет Радиоуглеродное датирование Установило Что это самый древний Целый скипетр Найденный в Египте Эта находка Убедила Драйера в том Что он нашел гробницу царя До династического периода Но как его звали? Мы нашли множество сосудов Разбитых и целых На которых имеются надписи Сделанные чернилами Примечательно, что на многих из них Изображен скорпион Благодаря этим надписям Мы пришли к заключению Что гробница принадлежит правителю По имени Скорпион Итак Царь Скорпион Существовал на самом деле Ни один мифический бог Не нуждается в земной гробнице Найденное захоронение Однозначно доказывает Что это был человек Из плоти и крови Который правил Верхним Египтом Более пяти тысяч лет назад Он царствовал В додинастический период То есть Принадлежал К нулевой династии Кем же был Царь Скорпион? Какую роль Он сыграл в создании Одной из величайших Цивилизаций Древнего мира? Захоронение Царя Скорпиона Послужило образцом Для погребения Всех последующих Фараонов С царя Скорпиона Началось то Что впоследствии Стало династической Практикой Его гробница Которой пять тысяч лет Имитировала его дворец Он создал дом Для своей души Где она могла бы Жить вечно Хотя архитектура Гробницы проста Она была продумана так Чтобы помочь царю Перейти в загробную жизнь Она построена По образцу дворца В котором он жил После смерти царя Его тело Было помещено внутрь После этого Сверху Насыпали холм Из песка Из такого холма Согласно Египетской религии Был создан мир Кроме того В гробнице Хранилось все то Что могло понадобиться Фараону В его загробной жизни Царь Скорпион Судя по размерам Его гробницы Был захоронен С большой помпой Несомненно В его усыпальнице Было немало Погребального инвентаря Сейчас от него Мало что осталось Потому что Еще в древности Гробница была разграблена Мы предполагаем Что там находились Всевозможные съестные припасы Вина Сосуды с маслами И благовониями Равно как золото И драгоценности Все наши познания О том что клали В усыпальнице фараонов Почерпнуты Из гробницы Тутанхамона Она осталась нетронутой И позволяет Получить представление О том Какие предметы Сопровождали фараонов В загробную жизнь Последующие фараоны Строили все более Величественные гробницы И в конце концов Царские захоронения Превратились В пирамиды В Абидосе Фараонов хоронили Еще 500 лет И Гюнтер Драйер Последовательно Раскапывает Их гробницы Эту гробницу Удалось частично Восстановить Лестницу Ведет в погребальную камеру Сейчас ее ступени Засыпаны песком Это самая изысканная Гробница Первой династии Гробница Царя Дена Хотя эту гробницу Соорудили спустя 300 лет После усыпальницы Царя Скорпиона Она построена По тому же принципу Это большое Квадратное углубление В земле Окруженное Сырцовыми стенами Здесь была еще одна дверь Преграждающая проход В царскую Погребальную камеру Главное помещение Склепа Пол в ней был вымощен Плитами красного И черного гранита В центре камеры Находился огромный Деревянный саркофаг Занимавший почти все помещение Вокруг него Располагались предметы Аналогичные тем Что были найдены В гробнице Царя Скорпиона По сути Эта камера Похожа на погребальную Камеру Царя Скорпиона Прямоугольное помещение Окруженное Сорцевыми стенами Но здесь Толщина стен Достигает 4 метров Крышу поддерживали Толстые балки Из кедра Вероятно Привезенные Из Ливана Над крышей Как и в гробнице Царя Скорпиона Была песчаная насыпь Однако Эта насыпь Была обложена Кирпичом-сырцом Образуя платформу Известную Как Мастаба Что в переводе С арабского Означает Скамья Пять веков спустя После Царя Скорпиона Фараон Второй династии Хасихемуи Построил последнюю Самую большую Гробницу В Абидосе Но свою Гробницу Хасихемуи Усовершенствовал Он возвел Свою мастабу Из камня Принцип Постройки Остался тем же Гробница Это обрамленное Кирпичной Стеной углубления Но здесь Впервые Погребальная камера Построена Из камня Но захоронение Хасихемуи Отличается От гробницы Царя Скорпиона Не только Большим размером И каменными Стенами В нем Присутствует Нечто Совершенно новое Неподалеку От своей Гробницы Хасихемуи Возвел Еще одно Погребальное Строение Когда Египтологи Нашли его Они не сразу Поняли Что это Такое Одни Сочли его Крепостью Другие Думали Что это Житницы Библейского Иосифа Дальнейшие Исследования Показали Что это Огромный Погребальный Комплекс Призванный Стать Домом Вечности Хасихемуи Он построен Из кирпича Сырца Сделанного Точно так же Как и Кирпич Из гробницы Царя Скорпиона Его изготавливают Так и по сей день Землю И солому Смешивают С водой Выкладывают Смесь В формы И высушивают На солнце Рабочие Хасихемуи Изготовили Миллионы Таких Кирпичей Затем Из них Возвели Внешнюю Стену Комплекса В высоту Она имела 11 метров В толщину 5,5 В наши дни Погребальный Комплекс Хасихемуи Крупнейшее В мире Строение Из кирпича Сырца Грандиозный Погребальный Комплекс Хасихемуи Явно Произвел Большое Впечатление На человека Который Возвел Строительство Царских Гробниц На новую Ступень Имхотеп Архитектора Первой Пирамиды Египта Имхотеп Спроектировал Для своего Фараона Усыпальницу В которой Сочетались Погребальный Комплекс Хасихемуи И Мастаба Но Имхотеп Пошел Еще Дальше Вместо Кирпича Сырца Он Использовал Камень И Возвел Из него Несколько Мастов Поставив Их Одну На другую Говорит Доктор Захи Хавас Заместитель Государственного Секретаря По памятникам Гизы Вы только Посмотрите На эти Камни И только Подумайте Ступенчатая Пирамида Это первое Каменное Строение В истории Человечества Ступенчатая Пирамида Навсегда Изменила Лицо Египта Пять тысяч лет Эрозии Помогли Археологам Понять Как именно Простая Гробница Царя Скорпиона Эволюционировала В ступенчатую Пирамиду Конец Первой части Продюсер И режиссер Гэри Гласов Оператор Майк Харрисон Фильм Озвучен Фирмой СВДУБЛЬ По заказу ГТРК КУЛЬТУРА СВДУБЛЬ СВДУБЛЬ